МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чудеса случаются. Сотни бессонных дней и ночей для семьи Кости Гипалова закончились. Сбор средств на лечение закрыт. Учеба только снится. На протяжении многих лет дети села Ягодное не обучаются в зимний период времени. Шаг в будущее. Юные гении Забайкалья представили свои наработки в области робототехники. Это были основные темы выпуска. Теперь разберемся подробнее. Дорогостоящая пробка из большегрузов образовалась на границе с Китаем. Дальнобойщики стоят по трое суток в ожидании своей очереди, физически ощущая, как теряют свой заработок. О жизни на границе без удобств и еды далее в сюжете. Очередь это в Забайкальске. Вот она какая здесь большая. Вот туда стоит до кольца очередь. И вот здесь машины, здесь два ряда. А вот там дальше уже пошли в четыре ряда. Ну как бы вы просили прокомментировать все это, но никто не соглашается. Все научены уже горьким опытом борьбы с Платоном. Ну вот я вам снимаю очередь, вот сколько машин стоит. Примерно больше двухсот машин и никакого движения нет. Мы стоим сколько уже? Третьи сутки сегодня, как стали и стоим. На границе тоже вон там все забито полное. Не знаю, как нам дальше жить, как работать. Условий никаких нету, ни туалетов, ни кафе. Так что помогите нам, пожалуйста. А помочь особо и некому. Причина отсутствия координации в действиях сторон. И обеды в разное время, и о количестве пропускаемых машин, по всей видимости, не договорились. Опять. Оставив прицеп в Китае, водитель в России ждет, когда его загрузят. Потом пустым снова едет за грузом через границу в грузовой терминал, забирает свой прицеп и возвращается в Россию. Теперь, значит, китайская сторона последовательно последнее время несколько раз увеличила эту квоту запускаемых автомобилей. На сегодня они объявили, что готовы принять 100 автопроездов, 100 полуприцепов в день, чтобы их загрузить и на следующий день предъявить нашим тягачам, чтобы они их забрали. Но теперь получается, через российский таможенный пост ежедневно могли бы проходить 100 полуприцепов, 100 автопроездов с полуприцепными порожними и 100 тягачей, которые накануне оставили свои полуприцепы там. То есть объем приличный получает количество автомобилей порядка 200. Но мы столкнулись теперь с тем, что российский таможенный пост не в состоянии пропустить такое количество за один день. И вот у нас первый день вчера случился, когда могли бы запустить такое количество автомобилей, но случился коллапс. Не все машины, которые могли бы зайти, зашли туда. Сейчас российская таможня вышла на пропускную способность в 135 автомобилей, но в день коллапса было 97. В итоге ситуация прошлогодней осени. Сотни автомобилей снова стоят на границе. Китайская страна вернулась к предыдущему порогу пропуска. 60-62 автомобиля. Учерб перевозчикам никто не возместит, а из-за того, что водитель не может физически участвовать в процессе загрузки, практически каждый большегруз отправляется на осмотр. Простаивает непростая ситуация не первый год. В прошлом очередь растягивалась на километры, образуя из грузовиков целый город. Если не решить проблему с этим российско-китайским бутылочным горлышком, то о наполнении бездонной экономики Забайкальского края остается снова только говорить. Вячеслав Барнинский, ЗАП-ТВ. Меж тем продолжается журналистское расследование ситуации вокруг села Ягодное Читинского района. Наши корреспонденты выяснили, что несмотря на многочисленные жалобы и обращения родителей, на протяжении нескольких последних лет дети жителей поселка не обучаются в школе зимой. Все подробности в нашем следующем сюжете. Истуканы – это большие болванчики, расставленные в определенных местах, которым необходимо поклоняться, а дабы умилостивить их приносить жертвы и подношения. Чем выше истукан, тем меньше шансов, что он вас услышит. Каждое живое существо на земле в первую очередь стремится позаботиться о своем потомстве, но отношение к детям поселка Ягодное явно не тот случай. На протяжении многих лет они не могут попасть в школу и нормально учиться. Реализовать себя, получить образование – а значит шанс на достойное завтра. Возможно, имело смысл начать наш репортаж выдержками с Конституции, где даже в новой редакции прописано право гражданина России на общедоступное, бесплатное, дошкольное, основное, общее и среднее профессиональное образование, а также то, что основное общее образование обязательно. Школа расположена в поселке Сахандов, всего в 12 километрах от Ягодного. Да вот только смысл размахивать перед лицами наших истуканов сводами законов, если они прекрасно знают об этой проблеме. Но несколько десятков детей из населенного пункта, что расположен не за экватором, а всего в 100 километрах от здания администрации никого не заботят. В шоке от этого только журналисты ЗАПТ-ТВ и родители этих детей. Там были временные сложности из-за невозможности найти водителя на этот автобус, насколько я помню. Сюда в прошлом году мы по программе, по федеральнике обрели новый автобус. Послушаешь наших руководителей, просто диву даешься. Все у них под контролем, проблема вовсе не проблема, а наветы злых людей, если не проверять информацию. Директор Сахандинской школы утверждает, что вся проблема в том, что ей негде было ставить школьный автобус. Ну, думаю, теперь эта проблема решена, дорожка построили. Девять лет у меня не было даже. То есть девять лет дети толком не учились. Нынче в январе, да, мы стояли. В прошлом году мы стояли. Нынче на дистанте они в январе были. С февраля начали возить, с февраля с ровных нет. Вы куда-то к кому-то обращались, кто-то как-то реагировал, кто-то как-то помогал вам из администрации, каких-то иных структур. Вы это же говорили. У меня обращений предостаточно. Я куда только не обращалась. Не надо меня обвинять в бездействии, в слух, скажем, кого-то. То у них денег нет, то построим, то мы сделаем. Вот и все. Кажется, в органах, где истуканы должны следить за соблюдением законности, это называется очная ставка. Тяжело общаться с нашими чиновниками. Приходится выжимать по капле, чтобы правда-таки пролилась наружу. А если иметь достаточно терпения, то наблюдать, как информация из разряда проблема была, но мы ее решили, превращается во фразу «ситуация, несмотря на все телодвижения, не сдвинулась с мертвой точки». Буквально несколько недель назад разговаривал с Холмогоровым. Он о гараже не сказал ни слова. Он сказал, у нас была только одна проблема – отсутствие водителя. Про отсутствие водителя пусть так не говорят. У меня водитель не увольнялся, ничего. Было время, не было водителя. А я Сергея не уговорила человека. Он живет в Иргене, мужчина, но ездит у нас, работает с сентября 2020 года. Все есть у нас, только не было гаража. Они в январе построили каркасный гараж. Он уже стоит на территории школы. Уже как бы, но не подключен он к теплотрассе. Они не подключили его нынче. Они его в январе-феврале сделали. И понизу даже и отсыпки ничего не делали. Без фундамента построили. То есть по факту он еще не готов. Умеют у нас взаимными запросами и многочисленными отписками прикрыть свой тыл. По факту есть многолетняя беда, но никто не виноват и ничего практически не делается. Конституция, федеральные законы, человеческие нормы и принципы. Просто не указ. Наша съемочная группа приехала в поселок Ягодный и дождалась того самого автобуса. Ребятишки шли особенно нарядные. Прозвенел последний звонок. Навстречу нам попалась девушка в школьной форме в белом фартуке советского образца. Она плакала от избытка чувств. Мы не решились подойти и спросить, почему эти слезы. Из-за прощания с чем-то важным и светлым. Или за окончание мучений, связанных с попыткой получить забайкальское общее среднее образование. Говорят, село в России живет, пока там есть школа. Поселок Ягодный существует, но мертвый именно с момента закрытия много лет назад начальной общеобразовательной школы. Вот нынче ездил ребенок у меня с 1 сентября по 5 октября поучилось, а с 5 октября до 5 февраля сидели до стационона, учились через интернет дети. Вот нынче пойдет в первый класс ребенок, я тоже не знаю, как это быть. Как вот везде будет? Дистанционно у вас компьютеры есть, через интернет? Через телефон. У нас интернет тут плохой, тут связь порой, и то есть, то нет. А это давно эта ситуация продолжает, что дети не учатся зимой? Я не знаю, у меня ребенок третий год, но всегда, всегда, говорит, спон веков. Это только в связи с коронавирусом мы узнали о дистанционной форме обучения. Ягодные так живет давно, дети посещают школу кое-как, но все равно умудряются сдавать экзамены. Стараясь быть объективными, мы задались вопросом, неужели нельзя было решить проблему с гаражом и автобусом на месте? И здесь вновь всплыл Сахандинский специальный интернат для инвалидов и его директор. Жители обращались к ней с тем, чтобы она позволила поставить в пустующем ангаре учреждение школьный автобус. Ранее авто, отвозившее детей в школу, базировалось прямо в Ягодном. Да, конечно, ангар стоит, вон какой там, там что они ставят? Ну, свою же машину она знает, прекрасно, сколько лет? А, ну да, свою-то машину. И там три этих отсека, да, вот, по-моему? Три же, Серега? Да много там, что-то, возле Кочегарки считать сколько? Ну, три, по-моему, там. И ангар? И ангар. Больше, больше? Больше. А по-моему, до детей-то куда-нибудь обращались, писали вы? Ой, вы, это просто, можно даже рукой махнуть, сколько мы писали, сколько было проверок, сколько было всего насчет детей-то. Вот когда у меня учился сын, это был какой-то ад. Отчаившись добиться вразумительного ответа, мы пригласили на встречу с сельчанами депутата законодательного собрания. Что же касается министерства образования, то это просто коллапс. Дети села Ягодного не учатся в зимнее время по причине того, что автобус, который перевозит детей в соседнее село Сахандо, не на чем возить. Дети учатся дистанционно в условиях полного отсутствия интернета. Сегодня я это сам лично проверил. По этому поводу в ближайшее же время буду делать депутатский запрос. В случае, если не отреагирует на это министерство образования Забайкальского края, именно не Читинского района Забайкальского края, вынужден буду обращаться в правоохранительные органы. В конце сюжета можно поставить зримое многоточие, потому что, как бы ни хотелось нашим чиновникам, мы об этой многолетней проблеме не только не забудем, но и начнем коллекционировать вздорные ответы идолов от власти. А может быть, даже добьемся решения этой проблемы. Дарья Калинина, Юрий Житлохин, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ. Больше года продолжался сбор средств на лечение Кости Гипалова. Родители малыша, в том числе и через ЗАП-ТВ, обращались к людям с просьбой о помощи. Было сложно поверить, но необходимую сумму удалось собрать. Костя получит заветный укол и продолжит бороться со смертельным недугом. Оксана Суслина расскажет обо всем подробнее. Пожалуй, не осталось ни одного неравнодушного забайкальца, который бы не знал историю Кости Гипалова. Смертельное заболевание, спинальная мышечная атрофея и нереально огромная сумма к сбору для лечения – 168 миллионов рублей. Год назад мало кто верил в то, что такую сумму вообще можно собрать. К тому же были ограничения по срокам, ведь производители единственного в мире лекарства от этого недуга обозначили вначале возрастной предел, который не превышал двух лет, а потом и ограничения по весу. Зол Генсма родители как мантру повторяли название швейцарского препарата, который не зарегистрирован в России и поэтому не мог быть предоставлен для лечения ни Кости, ни другим детям с таким заболеванием. Родители ни на секунду не опускали руки, даже когда в суде им отвечали, что Министерство здравоохранения никогда не закупит для них это лекарство, ссылаясь то на отсутствие средств, то на экспериментальное лечение, которое Костя на тот момент уже получал в питерской клинике. Благотворительный фонд «Спасательный круг» и телекомпания «Зап.ТВ» поверили в то, что помочь Косте и его родителям возможно. Больше года продолжался сбор, который медленно, но верно приближал эту семью к заветной цели. Общими усилиями родителям удалось собрать 54 миллиона рублей. В тот момент, когда казалось, что сумма более чем нереальна, для Кости нашелся свой, самый главный волшебник. Мы от всей нашей семьи благодарим вас за вашу помощь. В течение года вы сделали для нас очень многое. Мы благодарим каждого предпринимателя, каждое сердечко, которое откликнулось и пришло на помощь для спасения нашего сына. Конечно же, мы от всего сердца благодарим наших главных благотворителей, это компанию «Удаканская медь» и главного его акционера. Впереди у Кости большой путь. Еще не решен вопрос о клинике, в которой будет проведено лечение, а также длительная реабилитация. Но первый и самый главный шаг для этой семьи уже сделан. Оксана Суслина, «Зап.ТВ». Крововый терактор следует в Турции. Я хочу быть с тобой. Жизнь станет честной и справедливой. Только никому об этом не говори. Но для этого надо постараться. Я не хочу совершать насилие. Мы совершаем праведные вещи. Ты можешь стать одной из нас. Когда приедешь к нам, сама все поймешь. Ты готова? Нет. Впереди у нас короткая реклама, после которой мы продолжим говорить о главных событиях дня. Не переключайтесь. Все помнят известное выражение «Сила в правде». Но участники проекта «Сила спорта» уверены, что, равно как и к правде, можно применить эту фразу и к понятию «закон». Учащимся одной из школ Читинского района представители прокуратуры, а также ребята из Детского общественного совета при амбудсмене по правам ребенка рассказали не только про права детей, но и про их обязанности. На обучающем семинаре побывала и наша съемочная группа. Участники проекта «Сила спорта» на минувшей неделе узнали, что «Сила» еще и в законе. Организаторы провели для учеников села «Колочное» обучающий семинар, в ходе которого рассказали ребятам не только о том, какие у них есть права, но и обязанности. Как вести себя в семье и школе, рассказывали студенты ЗАПГУ. Разобраться в причинах и последствиях конфликтов помогали сотрудники правоохранительных органов. А как вести себя в интернете, учили ребята из Детского общественного совета. Семинар стал не просто очтением нотаций, а увлекательной беседой с элементами игры. Мы сегодня подошли к такому моменту, когда уже дети готовы слушать что-то такое серьезное. Но опять же, чтобы не превращать это в какие-то лекции, каких-то профессоров, доцентов. Элементарный ликбез, никакая лекция его не заменит. Для детей это пустая трата времени, только в такой игровой форме. Иногда ребенку трудно разобраться в том, что можно делать, а что нет. И за какие поступки последует наказание не только от взрослых, но и от государства. И основная причина этому именно незнание своих прав и обязанностей. Но как показала правовая викторина, старшеклассники уже достаточно неплохо ориентируются в законах. Совместно с Министерством юстиции мы провели правовую викторину. Здесь присутствовал определенный соревновательный дух между школьниками. Поэтому все прошло так в достаточно позитивной обстановке. Я думаю, что все это пошло на пользу. Поразила их эрудированность определенные знания, особенно в области правознания. Поэтому они достаточно подготовленные. Обеспечить свою безопасность нужно не только в реальной жизни, но и в виртуальной. В наш век львиная часть жизни проходит в интернете. Руководствуясь этим фактом, члены детского общественного совета разработали деловую игру. Безопасное поведение в социальных сетях. Информационная гигиена, защита персональных данных, этика общения в сети. Темы, на которые размышляли школьники. У нас это игра интерактивная. Мы общаемся с ребятами и главное пробуем сделать так, чтобы ребята смогли сами рассказать, подумать и разработать по сути вот эти правила, которые будут актуальны в их повседневной жизни. Уметь защитить себя в сети – важный навык. Однако некоторые школьники уверены, что в гаджетах вовсе нужно проводить как можно меньше времени, когда есть занятия, в которых тебя поддерживает в том числе семья. Кирилл и Даниил читают и коллекционируют зарубежную фантастику. Книги им покупают родители. Я себе купил сначала комикс по фильму, но потом Кирилл себе купил вот это вот «Кладбище домашних животных». Потом мы с родителями поехали и купили еще книжки Кэрри и Оно. Мы с Кириллом хотим собирать коллекцию Стивена Кинга. Все лето мы будем их читать. Мне кажется, надо, чтобы дети не сидели в телефонах. Мне лучше почитать книжку, сходить поиграть. У меня у телефона почти я в них не играю, не сижу. Дима же, напротив, уверен, что компьютерные игры могут помочь развить мышление. Быстро принимать решения, импровизировать, ставить перед собой почти невыполнимые задачи ему помогает папа. Многие думают, что те, кто играют в всякие компьютерные игры, они думают, что человек не очень умный, не очень такой развитый. Но мне кажется, наоборот. То есть, то, что компьютерные игры могут развивать свое мышление в каком-то открытом поле, вот как я играю в игры. Киберспорт дома, ну а настоящий спорт во дворе школы. И одно другому никак не мешает. Когда брат приезжает, обычно мы с ним ходим на площадку, спортом занимаемся, бегаем, прыгаем. Увлечение спортом, поддержка родителей в выборе хобби и соблюдении законов – основные факторы счастливого детства. Сила спорта – это проект, помогающий прокачать не только тело, но и ум. Время современных решений. Будущие инженеры и творцы инновационных технологий завершили учебный год в детском технопарке «Кванториум» Читинской детской железной дороги. У юных гениев было 6 месяцев на создание различных проектов и машин, которые облегчают жизнь современному человеку. На подведение итогов обучения побывали и наши корреспонденты. Эти, на первый взгляд, маленькие игрушечные машины способны выполнять вполне реальные и серьезные задачи наравне с самыми современными разработками в роботостроении. Этот робот самостоятельно вычисляет траекторию движения, используя автопилот. Несколько месяцев упорных трудов по созданию, программированию – и вот он результат. Сейчас у ребят идет подготовка ко Всероссийской олимпиаде по робототехнике, а те, кто только пока учится создавать настоящих роботов, проверяют свои умения в турнире по робосумо. Если сумо роботов – это начальный этап, это ребята совершенно недавно к нам пришли, и их роботы еще такие более непрокаченные, то есть там более легкая программа. А вот уже региональный этап Всероссийской робототехнической олимпиады – это уже ребята, которые несколько лет уже ходят к нам в Кванториум. Ну, уже несколько таких программ прошли, и тут уже более сложные задачи. На площадках Кванториума кипит работа по созданию и проектировкам в самых разных направлениях. Приглашенные гости из Чернышевского района тоже привезли с собой проект, который получил высокую оценку наставников. Их робот-эвакуатор – это еще один виток в развитии современных технологий. Ребята, в общем, работали месяц над этим проектом, неделю собирали, неделю программировали, потом дополняли что-то. Для того, чтобы робот что-то выполнил, нужно его запрограммировать. Ну, здесь, конечно, очень тяжело, но ребята справляются, им очень нравится. Мы вообще здесь, в Кванториум, первый раз попали сюда и нас пригласили. Но вот мы в дальнейшем планируем постоянно теперь принимать участие. Основная цель и задача детского технопарка – это популяризация и продвижение технического инженерного образования у юных гениев. Чтобы понимать всю серьезность работы Кванториума, стоит отметить, что дети работают даже над такими проектами, как создание общественных территорий. И сейчас в разработке у проектировщиков находится парк железнодорожников. А совместная работа детей и наставников – хороший способ привить ребенку ораторские способности и научить не бояться выступать на публике. Мы здесь стараемся, чтобы у ребят формировались мягкие компетенции. Это навыки владения устной речи, выступать на публике, отстаивать свою позицию, планировать свою деятельность, достигать результатов и побеждать в различных конкурсах. Мы первый раз завершаем так ярко учебный год. То есть, когда мы все собираемся, мы бьемся в соревнованиях пробы СУМО, у нас проходят еще параллельно другие соревнования. Хай-Тек, в ЦХЦ Хай-Тек, они моделируют в специальной программе по 3D-моделированию. Тут же у нас защита проектов. То есть, день реально классный, насыщенный, дети счастливы, потому что для кванторианца это самое любимое, это, конечно, деятельность, умственная деятельность и показывать, наконец-то, свои навыки. Шесть месяцев плодотворных трудов позволили создать учащимся десятки проектов и наработок, которые могут использоваться человечеством в реальной жизни. Лучшие из лучших были отмечены и награждены дипломами и грамотами. Детский технопарк «Кванториум» Читинской железной дороги – это шаг в будущее. Сейчас у ребят впереди целое лето, чтобы отдохнуть и набраться сил. А с началом учебного года они снова начнут облегчать и улучшать нашу жизнь, сохранять экологию и создавать множество полезных вещей. Виктор Соловьев, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ. Шелиховскую районную больницу требуется заведующий поликлиникой, врач-терапевт, врач-онколог, врач-кардиолог, врач-эндокринолог. Заработная плата от 50 тысяч рублей в месяц. Медицинские сестры. Заработная плата от 30 тысяч рублей в месяц. При трудоустройстве, приглашенной медицинским работникам, оказываются меры социальной поддержки. Выплачивается надбавка к должностному окладу 33% медсестрам, 50% врачам. 50% компенсации расходов по найму жилья. Подъемные – 50 тысяч рублей врачам, 30 тысяч рублей среднему медперсоналу. Внеочередное предоставление мест для детей в детских садах и школах. При необходимости помощь в трудоустройстве супругов. Дополнительное обучение пожелаемой специальности. Обращаться по телефону 8 395 50 6 3107. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Телефон нашей редакции 415107. Мы ждем ваших тем и предложений. Прямо сейчас для вас информация о погоде. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до свидания. Бурятский театр оперы и балета в Чике. 5 балетов. Лебединое озеро. Тысяча и одна ночь. Тамаши. В Альпурге и Ваночь. Красавица Ангара. Со 2 по 6 июня в Доме офицеров. Билеты на сайте yuopera.ru и в Севкассе. В среду 2 июня в Чите будет переменная облачность и небольшой дождь. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Температура воздуха ночью составит от плюс 5 до плюс 8 градусов. Днем будет плюс 16. Желаю вам отличного дня. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!